Поглощение, акции летят выше и так далее. Обязательно в любой долгосрок, я вообще не понимаю долгосрок без чтения новостей и не изучения конкретно о компании. То есть чем она занимается, в какой связке с какими компаниями другими она находится, от кого она зависит, кто ее основные клиенты, какой регион, в котором она делает реализацию своей продукции, либо какие компании, потребители ее продукции и так далее. И вся эта связка должна изучаться, то есть очень глобально. И конкретные показатели компании должны изучаться. Только после этого я могу говорить о долгосроке. То есть честно говоря, я не умею этого делать. Не то что не умею, я, можно сказать, этим не занимался профессионально. То есть любительски, да, то есть я это все делал, то есть были положительные моменты, были отрицательные, но именно постоянно это делать, да, то есть я этого не умею. То есть любой долгосрок, свинг, трейдинг, да, есть технические моменты, которые вот мне не надо фундаментального анализа для того, чтобы это понять. Вот, к примеру, акция SPRD по поводу того, как я говорил, что 13 долларов акция пробьет. После того, как она вернулась, я говорил, что вынесли холдер, акция сейчас погонят выше, да, то есть вот я включу дневку SPRD. То есть вот этот момент, когда был сквиз. После этого я знал, что акцию с 13 долларов потянут очень неплохо выше, потому что вынесли большую позицию какого-то фонда, либо какого-то холдера выкинули. Новость была совершенно никакая, то есть это просто можно назвать даже клеветой, да, то есть просто клевета была. А потом вышла дирекция компании, сказала, что все отлично, такого и быть не могло. То есть у нас все хорошо с нашими отчетами, с нашими показателями. И после этого график вынесли. 390 минут – это дневка у нас. Просто чтобы не было отставания в свечах, я убрал All Sessions и поставил 390, потому что очень часто дейли чарты в Advanced Getty, которые стоят с меню All Sessions, очень долго рисуется последняя свеча и не всегда она рисуется правильно. То есть за счет этого у меня стоит 390 минут без меню All Sessions. Что касается BBB, в большей степени нужно читать про эту компанию, что здесь происходит. Момент очень интересный, выход объема, акция отстаивается, кто-то набирается. Вот после таких вещей я видел иногда очень сильные движения, то есть исключать ее нельзя, даже специально ее сегодня просмотрю, то есть что с ней будет происходить. Очень часто бывают сделки слияния-поглощения после таких вот вещей. Но обратно же обратите внимание на эту акцию, то есть у нее движение было один раз 37 долларов 35 центов до 50 долларов, ровно до 50. То есть может это уже была сделка слияния-поглощения, здесь что-то происходит, то есть надо читать историю, то есть историю новостей. То есть вот этот день мне очень интересен, что за новость могла повлиять так на акцию. Если здесь какие-то сделки слияния-поглощения и так далее, то на долгосрок я такую акцию никогда в жизни не рискну взять, потому что можно завтра утром проснуться и понять, что идти на работу штанов уже нет. То есть поэтому желательно, конечно же, читать, что происходит в акции и знать. Значит, что касаемо акции EGO. Момент интересный, акция идет против рынка. Мне даже интересно, что это за компания. Похоже на то, что это какой-то фонд. Вроде бы и не фонд. Это тоже золото идет, то есть это Gold Corporation. Это Канада у нас. То есть ADR CD и EGO сейчас практически все чарты в связи с тем, что доллар усилялся в последнее время. Все чарты очень похожи один на другого. То есть серебро, золото и другие commodities. Но многие из них уже неплохо развернулись. Многие из них еще стоят на месте. И тут как бы есть новости просто отдельно по драгоценным металлам. Поэтому они пока еще не возвращаются. Но обязательно вернутся. Так, что касается GRZ. Обратно же здесь в большей степени долгосрок. Поэтому для внутри дня желательно ее не рассматривать. Значит, HL. Тоже акция выходит разворачиваться. Но есть акции таких же формаций поинтереснее. В принципе. Так, IAGK почему-то у меня не вбивается. Я графики меняю. Еще раз говорю, если не... Я все время называю тот график, который я вбиваю. Так, я понял, что здесь серия была каких-то чартов. Которые в Advanced Gate даже не показываются. То есть я их даже вбить не могу. То есть вот HL я еще могу вбить. Акции IAGK, BXK и GCN у меня не вбиваются даже. Значит, что касаемо XG. Тоже неплохо акция выходит на New High. То есть движение довольно-таки неплохое. Но у нее нехватка объема. 230 тысяч у нее средний объем. В IAGK я тоже вбить не могу. Мне почему-то кажется, что это какие-то у TCBB. То есть третий рынки. То есть это TGB, наверное. Я неправильно просто ввел. Да, это TGB. Да, TGB вбивается нормально. Но здесь тоже обратно же. В большей степени это долгосрок. Но при дня здесь делать нечего. Долгосрок. Долгосрок, я думаю, что в чате у нас сейчас постоянно Семен Брагинский в болталке. Да, общается с людьми. Вот эти все акции вы можете задавать вопросы ему. То есть можно отдельно в личку ему задавать. Можно писать ему на почту. По-моему там Analytics называется. SDG Trade. То есть посмотрите на сайте, на нашем какая почта у Семена Брагинского. Или же просто писать в болталку или в личку в Skype. То есть он обязательно ответит. Так, значит, IAG. Значит, IAG. Акцент против рынка идет. Мне почему-то кажется, что это тоже у нас идет... Что-то похоже на commodities. Именно на... Да, это Gold Canada. Так, 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 так. Значит, акция PXP. То есть PXP, если я не ошибаюсь, это у нас нефтянка идет. Да, это у нас Independent Oil Gas. То есть это у нас нефть. То есть она довольно-таки лихо развернулась, как и многие другие. И 90 долларов не пробил фьючерс нефтяной. После этого пошел серьезный разворот по рынку на нефтяному. Так. Больше акций не сбрасывайте. Сейчас я те акции просмотрю, которые есть на данный момент. И будем уже готовиться к открытию. Значит, KMT, MTL. Так, если не ошибаюсь, TX мы уже просматривали. Так, SFI точно не просматривали. GRA, WTI, KRO просматривали, TEN еще нет, AGP нет, MAN нет, PLL и PVH. R, TKR, WCG, довольно-таки опасный, такой серьезный фармацепт. SLG, это Real Estate Investment Trust. Значит, что касается LH, тоже в последнее время у нас постоянно была она на Research. HMIN, значит, AME тоже в последнее время и Visa. Ну, Visa это все помним, да? Что у нас происходило? Значит, KMT мы уже просматривали и вот TSL я вижу еще у нас есть. Все, то есть это акции, которые просмотрим, да? И будем уже готовиться к Open. Значит, смотрим MTL. Акция неплохо шла в последний день против рынка, но все-таки последний день недели сделала неплохой ребаунт и отскочила все-таки от своих low значений. В long я, конечно, бы желательно ее не смотрел. Если рынок у нас сегодня развернется ниже, да? То есть если он пойдет все-таки по фьючерсу и будет продолжать в течение дня такую тенденцию, то, конечно же, MTL я бы больше смотрел на то, что будут ее дальше лить. То есть пробила она такой долгий уровень, который у нее существовал, 25 долларов, и пошла против рынка. Также акция MMI, то есть тоже она у нас была. То есть это два кандидата, которые идут, конечно, на шорты. Но вот в последние дни эти две акции неплохие сделали движение в long. То есть я бы, конечно, в большей степени рассматривал то, что будут они продолжать движение, если фьючерс будет отрицательным. То есть если положительный, то там надо уже смотреть. SFI, ну здесь особого ничего такого не вижу. Тоже вот акция выходит выше каждый день, как на прошлой неделе и многие другие акции. То есть среди таких формаций выбор очень велик. Значит, GRA аналогичная ситуация, но тут уже предпочтение по 5 минутки, выбираете себе, то есть насколько вам ход и характер акции самой нравятся. То есть таких формаций на данный момент у нас акции, которые на New High находятся, очень много. Так, значит, WTI, то есть эта акция еще до New High не дошла. То есть тут можно рассматривать то, что она будет идти при положительном исходе торговли индексов. Значит, TEN аналогично. Вот интересно, что все эти акции, которые мы рассматриваем, особенно которые будут выходить выше, как они будут себя вести именно на отрицательных фьючерсах. Мне просто интересно, то есть все ли они попадут, или все-таки некоторые из них останутся. Так, AGP. Вообще классный момент. Акция прошла выше, легла на уровень 31.50. То есть и оттуда бух, неплохое движение. Тоже ложный пробой из консолидации ниже, и все равно выше. То есть гейнер все равно показал, что будет идти он далее. Очень неплохое тоже движение было по AGP. Ну и на Дневке тоже, естественно, у нее Нью Хай. MAN. Это у нас рекрутинговое агентство. В связи, наверное, с убатком на рынке труда, все-таки, хотя я не думаю, что на плохом рынке труда как раз рекрутинговые агентства должны мало зарабатывать. Мне кажется, наоборот, много людей ищут работу. Если правильно поставить свой бизнес, то наоборот, неплохо должны они зарабатывать. Тоже такое долгое падение было у акции. И вот все-таки в пятницу повернуло эту акцию. Да, то есть, как по мне, движение довольно-таки неплохое. Есть, конечно, такие сквизы по 10 центов и даже больше. Вот я вижу, по 20 центов есть. Тоже были движения неплохие. Значит, подсказывает, что нужно AMN посмотреть. AMN. Ну, это относится к GAP. То есть, GAP уже просмотрите. Думаю, что не буду никого задерживать. Желательно GAP в отдельности каждый пускай просмотрит. Но сегодня они однозначно будут. Значит, PVH. PVH. Ну, тут на любителя, конечно, сама пятиминутка. Информация уже была. То есть, New High. После New High акция делает еще одну свечу на более высокие значения. То есть, тоже очень неплохо. Но смотрите, как насчет того, то есть, насколько вам нравится сама пятиминутка, сам ход в акции R. Значит, TKR тоже выходит выше. WCG более мелкий.